Отведать вкус солдатской каши, приготовленной на военно-полевой кухне и крепкого бодрящего чая, мог любой желающий, кто в этот день не остался лежать на диване, а решил отметить праздник в соответствующей атмосфере. В парке воинов-интернационалистов было на что посмотреть. Показ военной техники впечатлял размерами боевых машин. Огромные орудия зенитно-управляемой ракеты просто завораживали всех собравшихся. Ещё бы! Время готовности к пуску у этой махины всего 12 секунд, а стартовая масса – 1623 килограмма. Вообще в этот день исполнялись мечты любого мальчишки. Выставка формы одежды военнослужащих, демонстрация оружия, на которое можно было не только посмотреть, но и подержать в руках. Нам всё понравилось. Нам понравилась особенно каша, чай, понравилась военная техника, понравились наряды нашей Родины. Оружия. Они очень интересные. Я их только видел по телевизору, а в реальности нет. Мне очень понравилось, как выглядела техника в реальной жизни. Изначально я видел такую технику только в различных боевиках, а сейчас я увидел это в реальной жизни. Мне очень понравилось. Да, эмоций у будущих защитников Отечества в этот день была масса. Но организаторы мероприятия и не думали останавливаться на достигнутом. Мы, как представители Белорусского республиканского союза молодёжи, организовываем тут игру совместно с Брестским отделом БФСО «Динамо», совместно с 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой, которая называется «Игра-призывник» уже больше 10 лет ежегодно проходит в нашем городе, где соревнуются все учреждения образования нашего города Бреста и борются за право обладать целый год званием победителя в этой игре. Не по погоде было жарко и в средней школе номер 29 нашего города, на базе которой уже в пятый раз в рамках открытого первенства прошёл детско-юношеский турнир по тайландскому боксу. Цель этого проекта предусматривается. Это пропаганда здорового образа жизни, это подготовка юношей к службе в вооружённых силах Республики Калавирус, других, возможно, силовых структурах и так далее. И пример тому воспитанники нашего проекта и участники этого проекта, некоторые уже являются офицерами, кто-то проходит срочную службу. Но на деле проект работает. Участники в возрасте от 6 до 17 лет из Бреста, Минска, Слонима, Барановичей, Белоозёрска, Пружан и Щучина поборолись за призовые места в турнире. С каждым годом география участников многократно расширяется, что говорит о востребованности мероприятий подобного рода. Первые турниры, буквально несколько команд к нам приехало, но он получился достаточно удачным и информация о турнире среди тренеров стала расходиться по другим турнирам в других городах. И с каждым годом количество участников только увеличивалось. И уже на пятый турнир традиционный в этом году мы уже отбирали те команды, которые нам интересны, тех бойцов, которые нам тоже интересны. А нас уже знают в Республике, к нам хотят ехать. Поэтому на следующем году мы обязательно эту идею продолжим, и не только в году, и в ближайшие годы. Я думаю, что география только расширится. Только люди, неравнодушные к интересам детей, могут создать такой проект и дать ему развитие. А отклик в сердцах ребятишек на добро происходит мгновенно. Вы сами видите, что у ребят, которые участникам этого турнира, горят глаза, что приходят их родители, смотрят на то, как выступают их ребята, что эти ребята являются действительно примером для многих других ребят, которые тоже смотрят и хотят быть такими же, хотят быть похожими на ребят, которые выступают на ринге. Согласитесь, когда видишь такой пример перед глазами, выбор между спортом и гаджетом становится очевидным.